Приветствую вас. И есть несколько моментов, которые мне хотелось бы с вами обсудить. Первый момент, это момент, касающийся отношений с одногруппниками. Вы сказали, что они у вас не складываются. И как бы с этого, по крайней мере, из вашего письма, с этого начались проблемы. Проблемы с учебой. У вас не складываются отношения с одногруппниками. Следующая проблема, которую вы озвучили, это проблемы родителей. То, что они вас обеспечивают, то, что они боятся, что вы потеряете бюджетное место, и то, что они ругаются на вас, мешает вам перевестись, мешает вам выбрать другую специальность. Хотя это ваше полное право, и вы имеете возможность это сделать. Как бы родители не имеют ни морального, ни какого-либо другого права вам в этом препятствия. Но это вопрос отдельный. И последний момент, это момент, собственно, стимула и мотивации, о котором мы с вами тоже, наверное, поговорим. И начиная, начиная вопрос про отношения с одногруппниками, хочется сказать в первую очередь, что он тесно связан с отношениями с родителями. Потому что если у вас родители достаточно авторитарные, то это не может не влиять на ваши отношения с одногруппниками. Потому что авторитарные родители при своем, как бы, доминирующем отношении, при отсутствии равноправного, демократического направления в вашем взаимодействии. Формирует у вас подзывность в отношении своей жизни. Отсутствие, значит, упорства при отстаивании вашей точки зрения, при защите ваших интересов и так далее. Что влияет, естественно, на отношения в социальном кругу, на отношения с одногруппниками. Итак, у вас они не складываются. В чем проблема того, что у вас не складываются отношения с ними? Почему вы испытываете трудности в общении с этими людьми? В чем отличаются трудности и какие вы видите препятствия на пути нормального, удовлетворяющего вас общения с ними? Ответ на этот вопрос поможет решить данную проблему и, собственно говоря, устранить ее. Тем самым, сделав вашу жизнь немножечко проще. Следующий момент, который касается ваших родителей. Собственно говоря, важно понимать, что они, родители, конечно же, желают вам добра. Они, родители, конечно же, хотят, чтобы вы получили образование, чтобы вы стали на ноги, чтобы вы начали работать, обеспечивать себя и так далее. Но! Ваши родители – люди уже достаточно взрослые, если не сказать пожилые. И они люди своего времени. И судя по всему, они люди времен Советского Союза. То есть, их молодость пришла на период Советского Союза. В Советском Союзе образование рассматривалось исключительно как средство. То есть, понятно, что образование – это всегда средство, и мало кто получает его просто ради того, чтобы получить. Но именно в Советском Союзе это было лишь из-за хоть какой-нибудь творческой подоплеки вообще. То есть, человек, начиная учиться, он просто должен был выучиться на ту профессию, которую ему выбрали, и потом работать на той работе, которая следует его профессией. Нравится ему это или нет – не имело значения, а человек должен был. И если, допустим, в Советском Союзе считал престижную профессию, скажем, инженера или еще какая-то профессия, то человек, желая занимать определенное место в обществе, должен был осваивать именно эту профессию. То есть, вы понимаете, личные предпочтения каждого не учитывались. И ваши родители, поскольку они являются детьми своего времени, детьми своей эпохи, а Советский Союз – это все-таки эпоха, они то же самое отношения переносят и на вас, не понимая при этом, что тем самым они делают вас несчастным. Ведь если вы не хотите учиться на ту специальность, которую вы сейчас осваиваете, то вы никогда успехов в ней не добьете. Но ваши родители этого в силу своего воспитания личного понять не могут. И, наверное, я считаю, что важно, чтобы вы именно получили ваше образование просто для галочек. Наивно порагаю, что наличие диплома обеспечит вам защищенную жизнь. На самом деле, по современным меркам это не так. Если вы не хотите осваивать профессию, если у вас нету стимула идти куда-то, добиваться чего-то и стремиться, то успехов у вас не будет. И самое печальное во всем этом, что родители, с подобной точки зрения, не объяснить. До них не получится донести, что вы хотите чего-то другого, что у вас могли поменяться взгляды. Потому что они родители воспитаны так, что если начал учиться на какую-то профессию, то уже будет добраться учить до конца. Но почему же тогда, задайте вопрос резонный себе, почему же тогда в вузах есть возможность перевестись? Наверное, потому что как раз таки человек понимает, что какая-то профессия не его или в процессе обучения выясняет, что его кругозор. Изменившись, начал выделять другие сферы, как наиболее перспективные. И специалисты в образовании это понимают. Но они понимают, естественно, ваши родители, которые новую систему образования воспринимают. Ну, соответствующим образом. То есть, с недоверием. Как и все люди не своей эпохи. То есть, люди молодость которых пришла на другое время. И вам это нужно понимать. То, что они обеспечивают вас и не имеют возможности платить за, допустим, ваше обучение на платном месте, безусловно, факт. И факт достаточно серьезный. Но, тут момент такой, что вы уже достаточно взрослый человек, чтобы самостоятельно работать. И начав работать, вы получите как раз таки деньги на образование. Вы можете их либо копить, либо просто работать на свое обучение. Что зависит от вас. Так что, здесь родители слушать не обязательно. Они желают вам счастья, но желают вам этого по-своему. Тогда как у вас свое представление об этом, и это совершенно справедливо. И поскольку жить вам, работать тоже вам, существовать тоже вам, то и вам принимают решение относительно того, что вы будете делать. Потому что учиться на ту профессию, которая вам не нужна ради родителей, отношаясь потом, остаться ни с чем. Ибо такие женщины никогда не принесут вам удовлетворение личного. Этот момент, я надеюсь, понятен. Его можно проработать еще дополнительно, если у вас появится желание. Но пока, я думаю, этого достаточно. Теперь, что касается стимула и мотивации. Тут ситуация докола. Что вам, может быть, не хватает мотивационного поля для реализации того, чем вы занимаетесь. То есть, недостаточно стимулов. И в этом случае, стимулы нужно искать. Искать дополнительные стимулы для осуществления деятельности. Ну, например, если вы выучитесь, и сейчас не идет речь о конкретной профессии, я говорю про стимулы вообще. Если вы выучитесь на кому-нибудь, то сможете работать. Если вы сможете работать, то сможете помочь своими родными в случае возникновения у них проблем. В случае возникновения у них трудности. Вы будете более защищены социально, вы будете более независимы от них и так далее. Вот сейчас, например, вы находите в зависимости от родителей, потому что они обеспечивают вас. И раз они обеспечивают вас, то вы не свободны. Вам ведь не нравится быть не свободны, верно? Вы хотите, наверное, быть свободны, как и каждый человек. В данном случае, речь идет о финансовой независимости от родителей. Которую вы можете получить после того, как найдете хороший заработок. Один хороший заработок без высшего образования, без специальности, к сожалению, невозможно. Или можно, но очень сложно, это, как правило, бизнес или что-то еще. Именно построение в своем сознании причинно-следственной связи между вашими потребностями, желаниями и целями, тесная связь их между собой позволит вам получить дополнительные стимулы для осуществления той или иной деятельности. А вот то, что вы не ходите на фары, а то, что вы там спите, корите себя и так далее, то это связано с отсутствием внимания. То есть, вот, проблема стимула и мотивации, это всегда проблема внимания. Ваше внимание рассеивается. И наряду с поиском новых стимулов, новых причин для занятия той или иной деятельности, нужно еще и тренировать свое внимание. То есть, учиться, концентрировать его и удерживать фокус о том, что вы делаете в данный момент времени. Для этого, как и любую способность, нужно тренироваться. И тренировка заключается в том, что вы начинаете с простого, то есть, вы берете любой предмет, сперва несложный предмет, помещаете его перед собой и концентрируете на нем свое внимание. И учитесь не отвлекаться ни на что другое, кроме этого предмета. Потом, постепенно, постепенно вы повышаете сложность предметов и время концентрации. Это поможет вам выработать из себя способность, при которой, начав что-то делать, вы уже не будете, не сможете отвлечься от этого дела, пока не закончите его. И данная способность поможет вам более прилежно выполнять те задачи, которые вы сами перед собой ставите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи.